31 месяц и более 3 миллиардов гривен понадобились, чтобы одесский аэропорт изменил свою классификацию с С на Д и начал принимать тяжелые среднемагистральные самолеты, такие как Боинг-767. Новая взлетно-посадочная полоса длиной 2800 метров приняла первый борт. Им стал простой для современной авиации Рейская Киев-Одесса. В облгосадминистрации говорят, что обновленный аэропорт – это толчок к развитию всего региона. Это магнит, который будет привести инвестиции в наш регион. Мы также понимаем, что нам нужно развивать и подалее инфраструктуру. И сегодня есть понятие в уряде с президентом Украины, что много проектов, которые потребуют реализации. Это и реконструкция Хачебейской дамбы, современный проект, который увеличит до четырех смуг. Это и обхит современной дороги вокруг Сухого Лимана. Новая взлетно-посадочная полоса имеет 45 метров в ширину и 2800 метров в длину. По словам руководства аэропорта, именно ее ждали иностранные авиакомпании, чтобы открыть свои рейсы. В первый день работы новой полосы компания «Визер Абудаби» начала продажу билетов в Одессу с сентября этого года. Новая полоса и терминал – это лишь две очереди строительства. Впереди еще две, включая удлинение полосы до 3200 метров. В следующем году мы начинаем строительство нового грузового терминала. Уже сейчас идут переговоры с одним из ведущих лидеров по грузовым перевозкам, европейской компанией, международным оператором. Дальше мы рассматриваем возможность, делаем экономические расчеты по строительству ангара для обслуживания воздушных суден класса «Си». Это «Аэрбаз-320», «Боинг-7-3-7». Качество новой полосы успели оценить ее главные пользователи и летчики рейса «Киев-Одесса». Дома словами, это небо и земля. Небо – это, естественно, новая посадковая смуга. Вона не довершена, вона – это последнее слово технологии. Я думаю, что пасажири так просто все слышали, особенно те, которые часто летают. Попередняя смуга, ее поверхня была очень неравна. И это было, знаете, если сравнивать, это как плохая дорога. И когда мы совершили посадку, мы час от часа просто боялись, что будут какие-то технические неприемности у нас с летком. Пока самолеты обкатывают новую полосу, руководство аэропорта в 2021 году планирует перевезти почти полтора миллиона пассажиров. А к 26-му году этот показатель должен достичь уровня 4 миллиона пассажиров. Для этого также планируют обновить инфраструктуру вокруг аэропорта и построить интересные туристические объекты – развлекательные, спортивные и деловые кластеры.